Громкие песни, шумные танцы и лазерное шоу в библиотеках города нарушили привычные правила поведения. Первоуральск в шестой раз присоединился к всероссийской акции «Библия ночь». В этом году ее посвятили сразу двум темам – экологии и культурному наследию народов России. Подробнее в сюжете. Оправили, что тишина должна быть в библиотеке, здесь решили ненадолго забыть. В читальном зале сегодня концерт. Его дают участники фольклорного коллектива «Шайтане». Знакомят горожан со старинными уральскими песнями и танцами. Репертуар не случайен. Всероссийская акция «Библия ночь» в этом году посвящена культурному наследию народов России. Первоуральцев знакомят с бытом и костюмами народов Урала с их сказками и мифами. В отдельной витрине редчайшее издание прославленного писателя «Мамина Сибиряка». Самая старая книга издана в 1935 году. У уральских издателей всегда было немножко особенное отношение к писателю-земляку, к певцу Урала, который открыл наш край всей России, а уральцам рассказал о них самих. На другой площадке «Библия ночи» первоуральцы играют деревянными игрушками, солдатиками, медвежатами, лисичками, а также с кукольными домиками и каруселями. Такие в XIX веке делали не только для развлечения детей, но и для того, чтобы привить им необходимые навыки. «Таким способом учили раньше доить коров девочек. Да, давно забытые советские и русские игрушки». Мастер Алексей Рахимов рассказывает, все игрушки изготовлены по тем же технологиям, что и два века назад. «Старые советские игрушки находили, да, и как бы поднимали вот эту историю, смотрели и как бы изготавливали уже по старым рецептам. Очень теплое дерево, да, используем темперные краски, которые не выгорают, не встают, экологически чистые материалы используем». Именно экология – вторая тема, которой в этом году посвящена «Библия ночи». Первоуральские волонтеры решили показать пример горожанам, организовали прием вторсырья. Только бумаги и картона удалось собрать почти полторы тонны. «В очередной раз напомнить об экологии, о том, что важно заботиться об окружающей среде и, например, сдавать что-то на переработку. В частности, мы говорим, да, сейчас о бумаге, о пластике, то, чему можно дать вторую жизнь. Очень здорово, что культура, знания и экология сейчас соединяются воедино». Экологические акции общественного движения «Город Первых» поддерживают благотворительный фонд «Синары» и Первоуральский новотрубный завод. Работники предприятия и сегодня самые активные участники. «Сдав 60 килограммов макулатуры, мы спасаем одно дерево. Чем больше мы будем делать, тем больше леса останется для наших детей. Сегодня все, что сдал я, сдадут мои коллеги, друзья и жители нашего города, пойдет на переработку и на изготовление новых книг». Экологическую тему продолжают и на мастер-классах. Первоуральцы мастерят натуральные ароматизаторы в виде маленьких мешочков из ткани, наполненных еловой хвоей и травами. В этом году к «Библионочи» присоединились почти 2500 горожан. В Первоуральске акция завершилась так же, как и началась – народными песнями. Екатерина Котельникова, Дмитрий Коньков, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.